Всех приветствую! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Ленинском районе прошли масленичные гуляния. Очень весело, очень празднично, очень масленно, очень блинно, нам все очень нравится. Единая диспетчерская служба 112 несет круглосуточное дежурство. У нас усиленный режим практически существует всегда. У нас круглосуточное дежурство осуществляет 4 оператора. Детский спектакль состоялся в Видновской школе номер 7. Если дети не слушаются своих родителей, это может привести к весьма неприятным последствиям. Масленица – всеми любимый народный праздник. Провожают Диму широко, весело и с размахом целую неделю. Самый же разгар гуляний приходится на последний день – воскресенье. И хотя этот праздник пришел к нам из глубокой древности, по сей день его традиции остаются неизменными. О том, как отметили масленицу в Ленинском районе, расскажет Екатерина Коваленко. Праздник Масленицы традиционно с размахом отмечается в Ленинском районе. Для наших жителей подготовили самые разнообразные развлекательные программы – игры, мастер-классы, концерты. Одним из мест для таких масленичных гуляний стала площадка у кинотеатра «Искра». Более двух тысяч человек пришли сюда, чтобы весело проводить масленицу и, конечно, зарядиться весенним настроением. И оно было повсюду. Интересные развлечения, старинные русские забавы, хороводы не давали даже минуту устоять на месте. Радовали гостей танцевальные коллективы и фольклорные ансамбли. И какая же масленица без блинов? Их аромат разносился по всей площади. Кстати, раньше этот праздник назывался «Блинница» или «Объедуха», а сам блин символизирует солнце. Угощали гостей прямо с пылу с жару. На огромной чугунной сковородке диаметром один метр и блины получались большими. Рядом начинка на любой вкус. Он очень вкусный и, знаете, то, что на огне, придает ему какое-то особое настроение, скажем так. Естся по-другому. Главное лакомство на празднике можно было не только попробовать, но и приготовить своими руками. Вот и глава Ленинского района Валерий Венцель надел фартук и за пару минут, благодаря фирменному рецепту, испек румяный блин. А чтобы поздравить всех жителей с масленицей, Валерий Николаевич поднялся на сцену. Мы сегодня отмечаем окончание зимы, встречая весну. Мы всегда встречаем ее с надеждой. С надеждой на обновление, на радость. С надеждой на то, что впереди у нас много хорошего, многого доброго. Активные, смелые и азартные участники праздника получили подарки из рук главы муниципалитета. Воспитатель детского сада «Ласточка» Галина Сайгина – победитель необычного конкурса. Ее маслюна признана самой креативной на большой выставке таких кукол. По признанию Галины, кропотливая работа заняла целый месяц. И это совместное творчество детей и взрослых. Красотка наша создавалась не сразу, потому что было очень много задумок, но мы ее решили сделать. Вот именно воплотить в ней и зиму, и весну. Дети помогали в создании даже образа, потому что даже эти две косы – это задумка детей. Что белая коса – это зима, а более желтая коса – это весна. Дальше мы отправились на Масленицу в Тимохово-Саласкино. Открывшаяся полгода назад после реконструкции, усадьба стала излюбленным местом отдыха видновчан. Многолюдно здесь и на праздники. Дети и взрослые водили хороводы. А числа желающих принять участие в зажигательных боях с подушками – и не сосчитать. Какой сильный бой, пожалуйста! Давай, давай, аплодисменты! В мастерских можно было научиться разным народным промыслам. Алексей Ветров, например, сделал миниатюрное чучело Масленицы. Это его первая хендмейд-игрушка, и творить оказалось легко и весело. Сначала назад ниточку посередине, одел ткань, тоже ниточкой привязал. Вот. Потом платочек на резинку одел, и потом вот сейчас хочу леточкой залезать и пояс. Все. А сколько времени у тебя ушло? Не знаю, примерно минут две. Но поделку Алексея не постигнет обычная участь чучела. Она не будет сожжена. Мальчик оставит ее на память. Так, наверняка, в памяти у всех гостей праздника сохранится и невероятная, почти сказочная атмосфера. Масленица – это, я считаю, очень знаковый праздник. Мы провожаем зиму, встречаем весну с нетерпением. Встречаем. Это народное гуляние, объединение людей. Чувствовался дух единения и на Масленице в сквере Сосенки. Здесь собрались жители близлежащих домов, а особую атмосферу помогали создавать клоун Алекс и представители территориального совета молодежи «Завидное». И дети, и взрослые кружились в танцах, участвовали в разных конкурсах, и самым зажигательным стал забег со сковородками. А вдоволь наигравшись, можно было тут же подкрепиться. Конечно, блинами. Семья Гуреевых пришла на праздник с двумя детьми, и под впечатлением остались все. Очень весело, очень праздничное, очень масляно, очень блинно. Нам все очень нравится. Мы все счастливы, довольны. И хотим еще продолжение праздника. Продолжением праздника, или точнее его кульминацией, стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Встречаем весну! Ура! Ура! Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В продолжение темы. Традиционные масленичные гуляния прошли и на главной площади сельского поселения Развилковская. В ходе праздника каждый желающий мог поучаствовать в народных забавах и угоститься блинами. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Традиционно масленичные гуляния связаны с проводами зимы. Жители сельского поселения Развилковская ярко и весело отметили праздник. Они водили хороводы, пели частушки, участвовали в народных забавах и угощались блинами. Как говорится, гуляли всем миром. Каждый пришедший на масленичные гуляния в поселке Развилка смог угоститься блинами. В солнечный день, масленица, бесплатные блины, по-моему, прям помогло выйти из дома. Нет, на самом деле это здорово, выходить из дома, плясать, танцевать, потому что нужно быть активными и веселыми. Так что обязательно все выходите из дома и веселитесь. Гости масленичного праздника спешили и блинов отведать, и с интересом поучаствовать в разных конкурсах. Так, из-за большого количества желающих на площадку сметанин в валенах было попасть труднее всего. Суть этого старинного народного состязания очень проста. Там надо попасть валенком. Если попадаешь одним валенком в корзину, то дают одну конфету, а если два валенка, то две. Другие конкурсы также были связаны с проверкой навыков ловкости и точности участников. Победы приносили не только призы, но и положительные эмоции. Даже самые маленькие участники гуляний нашли себе развлечения. Если детям по душе больше приходили сигры, то взрослым куда охотнее было находиться на основной площадке, где пели песни и исполняли веселые частушки. Глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина поздравила собравшихся с праздником. По ее словам, Масленица – одно из ярких событий, которое очень нравится местным жителям. Этот праздник у нас очень любят в Развилке. Я думаю, как и везде в России. И у нас люди с удовольствием приходят в этот день на площадь. Мы всегда пытаемся создать хорошую атмосферу. У нас обычно все время настроить такое, чтобы жителям было хорошо. Мы угощаем блинами, со сгущенкой, с вареньем, поем чаем, вводим хороводы, поем частушки. Поэтому я смотрю, люди у нас, погода тем более способствует. Вот смотрите, действительно уже весеннее настроение. Масленица пришлась по нраву каждому жителю сельского поселения. Мне нравится, что здесь призы дают. Здесь можно в любое время играть, как хочешь. Здесь все бесплатно дают. И очень хороший праздник. Вот музыка идет народная. Вот все мне здесь нравится. На масленичных гуляниях в Развилке жители хорошо отдохнули и встретили первое весеннее солнце. Праздник приблизил долгожданную весну. Конечно же, благодаря обрядам прошлого, которые теперь для всех являются любимыми народными традициями. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. После прошедших праздников трудно подсчитать, сколько блинов было съедено и сколько сожжено чучел масленицы. Но другая статистика, а именно количество обращений граждан в экстренные службы, тщательно фиксируется. Звонки жителей района поступают в единую дежурную диспетчерскую службу 112, которая работает в круглосуточном режиме. Традиционно в праздничные дни многие службы переходят на усиленный режим работы. По заявлению руководства, в службе 112 рабочий график не разделяется на праздники и будни. У нас усиленный режим практически существует всегда. У нас круглосуточное дежурство осуществляет 4 оператора и дежурность диспетчером. Поэтому каких-то дополнительных сил и средств для этого не требуется. В среднем каждый из трех выходных дней в диспетчерскую службу поступало от 600 до 650 обращений. Всего за праздники граждане обращались за помощью к диспетчерам 1670 раз. Пожарную службу вызывали 6 раз, полицию 151, скорую помощь более 1100 раз. Впрочем, это соответствует статистике обычных дней. Ожидания не всегда присутствуют. Практика показывает, что праздничные дни бывают более напряженные, чем обычные выходные дни. Но, как ни странно, может быть не странно, а нормально, эти праздничные дни с одним праздником и двумя выходными прошли довольно-таки спокойно в обычном штатном режиме. Сотрудники единой диспетчерской службы напоминают, что обращение можно совершить и с помощью мобильного приложения 112. В нем пользователям доступно куда больше функций, чем просто связь с диспетчером. Здесь есть и английская версия, адаптированная английская версия для иностранных граждан. Отследить местоположение близких людей тоже возможно. Отследить движение машины, кареты, скорой помощи – это тоже возможно. Все это развивается, может быть где-то какие-то неточности, но все развивается. В Московской области приложением уже пользуются более 22 тысяч человек. Сегодня у православных начался Великий пост, самый долгий и строгий из всех постов. Верующим предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы. Однако в Русской Православной Церкви подчеркивают – пост не диета, главное – очищение души. Обычно говорят, когда рассуждают о Великом посте, о тех продуктах, которые можно есть, которые нельзя есть. Но ведь самое главное, самое важное – это не столько внешний пост, сколько внутренний пост. И время поста – это время, когда человек наблюдает за собой внутри, наблюдает за своими мыслями, за своими движениями сердечными, наблюдает за своими словами. И это очень важно – уметь хранить внутренний мир, уметь не гневаться, не раздражаться, уметь не развлекаться умом. А сосредотачиваться на важном, на главном. Поэтому Великому посту так важно, например, чтобы человек приходил на службы, чтобы он побольше читал духовную литературу. Согласно церковной традиции, Великий пост установлен в память об испытаниях Иисуса Христа, который, прежде чем пойти проповедовать, 40 дней голодал в пустыне. Верующие, конечно, совсем не голодают, однако выдержать пост – дело нелегкое. Не случайно он называется Великим. Однако те, кто соблюдает его каждый год, уверяют – трудно только в первый раз. Это начинало я много лет назад, может быть, 20 лет назад. Вот первые мои шаги были очень, конечно, трудно. Там один день не попастишься, уже тяжеловато, голова болит, все. Ну, а с каждым годом с Божьей помощью. Во-первых, в храм уже стали ходить постоянно. И именно с Божьей помощью преодолеваем. Напомним, что Великий пост продлится до 27 апреля. А 28 апреля все православные встретят самый светлый праздник – Пасху. В Видновской школе номер 7 прошел спектакль по повести сказки Сергея Михалкова «Праздник непослушания». К чему приводят взаимные обиды и нежелание детей слушаться родителей, узнала и наша съемочная группа. Если дети не слушаются своих родителей, это может привести к весьма неприятным последствиям. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в городе. Впрочем, не стоит уточнять его название. По-моему, это могло произойти в любом другом. Кому из нас в детстве хоть разок не хотелось, чтобы родители перестали наконец читать нотации и все запрещать. И можно было бы делать что душе угодно. Это потом, повзрослев, поумнев и набравшись опыта, мы поняли, что делали они это исключительно для нашей же безопасности. А тогда запретный плод был так сладок. Пожалуйста, не думайте, что я буду читать вам лекцию о вреде курения. Вы же и сами знаете, что этого делать нельзя. Героям сказочной повести Сергея Михалкова праздник непослушания удалось на себе почувствовать, к чему приводит такая вседозволенность. Ребятам понадобились всего лишь сутки, чтобы осознать, в какой беде они оказались, оставшись без родительского присмотра. Нужно, чтобы они поняли, что нам плохо без них. Пиши, извините нас за то, что мы мили себя плохо. Самый главный мотив этого произведения, чтобы дети и взрослые находили всегда общий язык. Если возникают какие-то разногласия, все равно надо прийти к тому, что мы друг без друга не можем. Дети без взрослых, а взрослые без детей. Потому что мы должны друг друга всегда любить, уважать, понимать и чтобы всегда царил в доме праздник. Несмотря на то, что актеры учатся всего лишь в третьем классе, за их плечами уже множество сыгранных спектаклей. В творческом объединении «Окна» все они участвуют уже третий год. И к каждому выступлению тщательно готовятся, хоть это и не всегда легко. Для меня было сложнее всего переключиться, войти прямо в роль, чтобы понять этого героя. Он очень сложный. Я с многими героями сталкивался в своих спектаклях. Но это для меня показалось самым сложным. Самое тяжелое было это запомнить, за кем я иду, за кем моя реплика, когда выход и найти реквизит. Когда мы репетировали и кто-то забывал, начинал импровизировать. Было очень смешно. Молодцы ребята сыграли, как настоящие артисты. Очень приятно было смотреть в роли таких малышей. Действительно, большая заслуга классного руководителя и самого руководителя этой студии. Словом, спектакль прошел на ура. Напоследок зрители отблагодарили артистов продолжительными овациями. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. И в заключении выпуска традиционно о погоде. Во вторник ожидается температура в районе нуля градусов днем и до минус четырех ночью. Пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин